Всем доброго времени суток и отличного настроения! Сегодня мы рассмотрим еще одну новинку китайского дроностроения квадрокоптер с названием K1 Pro Наверное так читается Постараюсь рассмотреть все наиболее честно и непредвзято Из заявленных характеристик у данного дрона все в принципе стандарта для моделей данной ценовой категории Выпускаем их в 2021 году Трехосевой подвес камеры Время полета в районе 25 минут Набор интеллектуальных полетных режимов Связь по видео через Wi-Fi 5 ГГц Заявлено, что камера снимает в разрешении 8К Но это естественно маркетинговый ход Формально это будет действительно 8К конечно С точки зрения количества пикселей в кадре Но по ощущениям вы этого не увидите Так как установка камеры, которая пишет хорошее видео в таком разрешении Сделает квадрокоптер дороже Здесь же используется какая-нибудь недорогая камера с такой же недорогой матрицей Как вы уже наверное заметили Видно небольшое дребезжание картинки Это совсем не то, что хочется увидеть от дрона с трехосевым подвесом В середине 2021 года Когда уже довольно давно существует SGR-CF11 Pro 4K Или SGR-906 Max например Где такого вы не увидите Самое интересное Что на камере написано EAS То есть система электронной стабилизации Которая должна была бы решить эту проблему Но как видно не решила Или решила плохо Возможно прошивка еще сырая И китайцы поторопились выпустить модель на рынок Если они в дальнейшем исправят проблему Хорошо, но пока есть как есть Аккумулятор на 2200 мАч позволяет держаться в воздухе до 25 минут Моторы естественно бесколлекторные Заявлено, что они могут сопротивляться ветру до 8 м в секунду Дизайн дрона довольно интересный Ну или скорее отличается от других Помимо фронтальной камеры имеется еще одна нижняя с разрешением 1080p Пульт работает в связке со смартфоном на который надо установить специальное приложение Спартфон соединяется с дроном через Wi-Fi 5 ГГц А это значит, что Wi-Fi вашего телефона должен поддерживать данный стандарт Расстояние связи с пультом до 1200 метров Что обычно так и бывает Расстояние видеосвязи до 1000 метров Но вы можете смело делить это число пополам для верности Это как минимум Для тех, кто еще не знает, расскажу, что представляют из себя интеллектуальные режимы полета Которые поддерживаются данным квадрокоптером Функция Follow Me или Следуй за мной Благодаря ей дрон летит за вами на небольшом расстоянии Обычно нужна для съемки в движении или видеоселфи Облет точки интереса или движение по орбите Квадрокоптер совершает облет по кругу выбранной вами точки и по выбранному радиусу Обычно тоже используется для эффектной съемки Движение по точкам Дрон следует по GPS-координатам, которые вы ему задали в приложении Return to Home или Возврат домой Квадрокоптер самостоятельно возвращается на точку взлета по вашей команде или по разряду батареи Он автоматически контролирует расстояние, на которое улетел остаток заряда батареи Чтобы в нужный момент вернуться назад и не упасть день по дороге Есть комплектации, как с картой памяти, на которую пишется видео в полете, так и без нее Также имеются комплектации с количеством сменных аккумуляторов от 1 до 3 В заключении скажу, что производитель мог бы постараться и получше Надеюсь, что он исправит положение в дальнейшем Но на момент выхода этого ролика качество видео меня лично не устраивает Остальные характеристики вполне нормальные Не лучше и не хуже других Ссылки на этот и другие дроны будут в описании под видео Если ролик был для вас полезен, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Отличных вам полетов и правильного выбора Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok